Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня мы посмотрим на красиво наряженные елки. Их будет много, я засняла их в нашем городе. И вы знаете, расскажу вам сегодня интересную историю с блогерской кухней, с того, как происходит жизнь блогера, как он снимает. Хотя многим, конечно же, интересно, сколько зарабатывает блогер. Посмотрите, стояла, пропускала пешеходов, что я увидела. Это традиционное шествие, которое устраивается в нашем городе, в соседних городах. Это все волонтеры, именно поэтому я сказала им спасибо, спасибо за настроение, спасибо за возможность вспомнить, что мы находимся в преддверии прекрасного праздника. И сидела я в машине, и на самом деле я отправилась заснять красивые площади, красивые места, для того, чтобы потом сделать красивый микс видео вечерней витрины и показать вам также вечерний город. И как раз-таки в этот момент меня осенило. Покажу-ка я елки, потому что действительно их по-разному наряжают в Италии, их по-разному наряжают в разных странах. И вот таким образом я включила камеру, установила. Кстати, это елка, которая находится у вокзала. Каждый раз, когда я возвращаюсь из Венеции, либо из любого другого города, последние дни, последнее время, я выхожу и вижу вот эту красоту. На самом деле площадь перед вокзалом оформлена очень и очень красиво. А сейчас я покажу вам центр Монте-Гротто. Это город, который когда-то был еще более уютным и более красивым, и более ухоженным, чем Абонатермы. Уже когда я приехала в Абонатермы, это случилось, наверное, 14 лет тому назад, 12 лет тому назад, я увидела более ухоженным и более красивым город Абонатермы. Но до этого, когда был пик развития туризма, прежде всего за счет немецких туристов, пик развития как раз-таки вот этого термального туризма здесь на севере Италии, Монте-Гротто, город, который я вам сейчас показываю, был гораздо-гораздо более красивым. Сейчас я подъезжаю к муниципалитету. Муниципалитет — это не что иное, как мэрия. В мэрии мы получаем все документы, когда нам что-то нужно. В мэрии мы регистрируем рождение детей. Именно там я регистрировала рождение детей. И все-все-все вопросы мы делаем в мэрии, как, наверное, и во многих странах. Сейчас я покажу вам, как украшена площадь перед мэрией. И, конечно же, площади перед мэрией, как правило, самые красивые. Но исключением, на мой взгляд, является... Кстати, вот я остановилась, чтобы показать вам, что очень многие отели закрыты, но, тем не менее, они украсили свою территорию. Посмотрите, как красиво. Внутри холл подсвечивается, тоже наряжены елки, но отель закрыт. К сожалению, это наша реальность. Очень многие отели закрыты. Несмотря на то, что туризм разрешен, многим просто нерентабельно держать открытыми свои заведения. Кстати, елки из шаров, вот такие, тоже очень-очень популярны в Италии. Мне очень нравятся такие елки, в особенности, когда они большого размера. Возможно, когда-нибудь такая елка появится в нашем доме. Так вот, я говорила о том, что в Паду из года в год меня удивляет площадь перед муниципалитетом. Я тоже ее вам показывала. Обязательно засниму, уделю ей внимание. И елка из-за того, что она живая. Она не такая, на мой взгляд, красивая, как могла бы быть. И в который год украшенная елка перед муниципалитетом Паду меня лично не впечатляет. Ну что ж, немного темноты, и мы пробираемся, подъезжаем точнее к муниципалитету города Монте-Гротто-Терме. И вот она площадь. Сейчас я припаркую машину, припаркую как смогу, где получится. И покажу вам, сначала не эту площадь, а покажу вам, как очень красиво украшена пастичерия. Это не что иное, как кондитерская, как в одном месте сосредоточено кондитерское производство всяких вкусных вещей, в том числе шоколада и также кафе. Вот такая елка. Меня она впечатлила. Посмотрите, помните, я говорила вам, что очень эффектно смотрятся искусственные цветы. Это могут быть искусственные цветы специально для Нового года и в новогодней тематике. То есть это большое количество блесток на этих цветах. Но я тоже рассказывала, когда мне не удалось найти подобные цветы, я купила просто красные розы искусственные и украсила елку, плюс красный шар. Это смотрелось очень эффектно. Вообще именно эта елка вдохновила меня в следующем году сделать что-то подобное. Золото плюс синий. Я вот так вблизи подобной елки не видела, не рассматривала. Посмотрите, как красиво. Просто упаковочная бумага. Очень мне нравятся крупные шары. Они стоят дорого, в районе 20 евро один шар будет стоить. И при этом их сложно найти. А вот так упакованы панеттоны. Помните, я показывала, как их выпекают. И такой панеттон – это не что иное, как подарочная версия панеттона. И принято дарить, когда идешь в гости. Как правило, Рождество, я уже тоже об этом рассказывала, встречается внутри семьи. Но поскольку в определенный момент семей становится две, то есть это семья родителей, невесты, родители жениха, родители ее и его, то, соответственно, происходит ужин рождественский, потом рождественский обед. Вот он в разных семьях. И принято приносить красиво украшенный панеттон. Мне очень понравилось, как украшены витрины. Это в который раз меня, опять же, вернуло к мысли о том, что нужно радоваться моменту. Нужно не забывать о том празднике, который приближается. Потому что вот для меня, опять же, у меня очень рациональный взгляд на вещи. Для меня вот эти все финтифлюшки – это не что иное, как финтифлюшки. Но да, можно повесить два-три шара, украсить витрину. Но можно подойти вот таким образом к украшению витрины и действительно создать, что называется, капу лавору, шедевр, иными словами. Сейчас покажу я вам также панеттон, как он может выглядеть. Подарочный панеттон, который упаковывается в прозрачную пленку, в прозрачную упаковку, которая сам по себе является тоже, безусловно, шедевром. Подобный панеттон очень любят дети. Подобный панеттон, кстати, мы заказывали. Я помню, он произвел впечатление на детей. Но потом я перестала его заказывать, потому что я знаю, я прочитала ингредиенты, из чего состоит вот эта сладкая паста, из которой изготавливаются фигурки. Панеттон в среднем стоит 23 евро за килограмм. Цена может варьироваться от пастичерея к пастичерею, от кондитерской к кондитерской. Но в целом такие фигурки, конечно, очень утяжеляют изделия. И такой панеттон обойдется в районе 37 евро, вот если мне не изменяет память. Детям подобный панеттон, конечно же, очень-очень понравится. Ну что ж, перемещаемся на площадь перед муниципалитетом. У нас во многих городах установлены вот такие проекторы, которые позволяют делать вот такую красоту на стене самого обычного здания. Кстати, очень часто здания, которые реставрируются в течение всего года, украшаются вечером вот такими проекциями на любую тематику. Сейчас тематика, конечно же, новогодняя, звезды, снежинки, все с этим связанное. И вот таким образом выглядит центральная елка. Она мне очень понравилась. Вообще, подобные конусообразные елки меня впечатлили, когда я в первый раз их увидела именно здесь, в Абонатермо. Повторюсь, это произошло, наверное, лет 12 тому назад. На тот момент в Москве таких елок не устанавливалось. Возможно, сейчас их много. А вот такие конусообразные елки из огромного количества света, светодиодных лампочек, меня поразили, мне показалось так красиво, так здорово. И вообще, я очень люблю, конечно же, когда город сверкает, искрится и переливается. В этом плане могу сказать огромное спасибо властям города Монте-Гротто и города администрации, наверное, города Монте-Гротто. Абонатермо в этом году город украшен как никогда. Вот казалось бы, нельзя гулять, нельзя будет гулять. И, возможно, мы могли быть закрыты в жестком карантине. Но, тем не менее, постарались, потратили денег. Вот город украшен, оба, точнее, эти города украшены как никогда, они не были украшены. В ближайшее время, кстати, мне муж все время говорил, засними бабочку. Бабочка его впечатлила очень. Ты засняла бабочку, когда я вернулась. В ближайшее время хочу побывать также в Монселище. Это город маленький, рядом с нами. Хочу посмотреть, как его украсили, потому что, на мой взгляд, маленькие города украшены в этом году несколько более удачно, чем та же самая Венеция. Посмотрим, как украшена Верона обязательно. В пятницу поеду, сегодня понедельник. И чем, допустим, Падуэ, красивый город сам по себе, но украшен он достаточно скудно. Кстати, меня тоже просили, Яна, покажи, как украшена Падуэ. А Падуэ практически не украшена. Дворец Делараджоне, судебный дворец, дворец правосудия, тоже украшен проекцией, но не более того. Ну что ж, я подъезжаю на парковку. Здесь я парковалась очень долго, но, наконец-то, припарковалась. Нахожусь в центре Абана Термы. Огромное количество людей. И вот здесь я понимаю, что мимо меня ходят мои стритстайлеры. И здесь я понимаю, что в который раз я вышла в пижамки и пальтишко сверху набросила, шапку нахлобучила. Кстати, мне очень некомфортно так, потому что я чувствую, что я плохо одета, люди вокруг меня красивые. Но, с другой стороны, я совершенно точно знаю, что меня никто не узнает. Я сейчас говорю не про зрителей моего канала, я говорю про моих знакомых. Таким образом, я смогу заснять то, что мне нужно заснять, не отвлекаясь на разговоры о том, как дела, потому что, ну, когда я выхожу на работу, я планирую поработать. И все подобные разговоры, как дела, как дети, как погода, меня несколько отвлекают. Уже многие мои зрители знают, что я очень-очень рациональна в том, что касается планирования своего времени. Очень красивый украшен центр города, приятно гулять. Вот такие елки могут быть. Подобные деревья с веточками, я хочу показать их вам, когда поеду, я помните, говорила, на склад, выберу дождливый день. И вот подобные деревья тоже очень популярны. На них просто вешают шары, смотрится очень красиво, очень минималистично. Ну что ж, немного стрит-стайла нам в ленту. И сейчас я покажу вам елку в одном из немногих отелей, которые сейчас работают открытые. Это отель, это гранд отель Абана. В этом отеле я должна была снимать, но решила перенести на весну, потому что как раз-таки в тот момент, когда начала снимать отели, закрыли все спа-зоны. Хотя сейчас бассейны некоторые все-таки работают, и они работают по медицинским показаниям. То есть вот такая лазейка, она все-таки существует. Вот так украшен центр. Отели, которые украсили себя, очень часто действительно закрыты. Вот просто они решили поддержать новогоднее настроение. Отель Абана Гранд Отель, он сейчас тоже закрыт, но буквально на следующей неделе откроется. В этом отеле мы праздновали один из новых, из вечеров на Новый год мы заказывали, до сих пор помню, но тогда наша семья состояла из трех человек. И ужин обошелся нам там в 460 евро без напитков, без спиртных напитков, без любых напитков на троих человек. То есть двое взрослых, один ребенок. И елки. В этом году там три елки, не одна центральная ель. И она, видите, золотая и зеленая. Вообще тема золотое и зеленое, золотое и синее, мне очень эта тема нравится. Золотое и красное мы уже много раз видели. Серебряное тоже. А вот золотое и синее мне понравилось в особенности. Я прям-таки взяла себе на заметку. Очень красивый отель. Посмотрим на самые красивые, шикарные номера в этом отеле. Также на самые простые номера. И все это будет по весне. Я надеюсь, что весной наша жизнь будет более богата интересными событиями, путешествиями. Очень многие соскучились по путешествиям. Ну что ж, вот так украшен город сегодня. И сейчас я покажу вам еще один отель, в который я заехала совершенно случайно. Потому что я знала, что он открыт. И тоже покажу вам там елку. Но этот отель настолько мне понравился внутри. Я знаю его владельцев, благодаря тому, что дети ходят в одну школу. Но никогда не была внутри. Мне этот отель очень понравился. Я сегодня встречаюсь с директором, возможно, даже с владельцами. Вообще, я всегда пытаюсь заходить профессионально со стороны, скажем так, пиар-отдела. То есть пиар-отдел должен решать, нужна съемка, не нужна. Передавать этот вопрос потом, возможно, на усмотрение владельцу отеля того или иного. Я никогда не захожу через знакомство по поводу съемок. Хотя я поняла, что через знакомство это быстрее и эффективнее. Вот этот отель, он всегда очень красиво украшен. Летом его украшают цветами. И вот он вертеп. Это единственный вертеп, который я встретила в городе. Обычно вертепы украшают рядом со школами. И делают это учителя и ученики рядом с детскими садами. Делают это учителя, точнее, воспитатели и дети. Недавно я показывала вам мох. Возможно, вы обратили внимание. Был влог из цветочного питомника. Вот этот мох, он как раз-таки традиционно используется для вертепов. Он продается отдельно для разных композиций, но чаще всего все-таки для вертепов. Это единственный вертеп, он мне очень понравился, очень красивый. К сожалению, единственный, который я встретила. У нас традиционно в городе, рядом на площади, рядом с нами украшается и делается очень интересный вертеп. Но в этом году его не сделали. Фигуры, про которые я вам рассказывала, традиционно они встречают нас и напоминают нам о том, что мы должны себя чувствовать радостно и весело. И вот такая елка в этом отеле. Отель очень красивый. Повторюсь, надеюсь, что мы в него вернемся. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем самое главное – прекрасного настроения, ощущения праздника, ощущения чуда, которое вот-вот произойдет. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.